Историческое объединение «Саровская пустынь» существует более 30 лет. Простые любители истории когда-то даже не могли предположить, что заново откроют для саровчан таинственное прошлое города и внесут весомый вклад в возрождение Саровской пустыни. Наиболее известными и значимыми для города стали три краеведческие работы исторического объединения. Установка камня на месте, где тысячу дней молился Серафим Саровский. Поиски и вскрытие купальни на ближней пустынке, яроскопки и открытие саровских подземелий. Именно любительское историческое объединение «Саровская пустынь» стало инициатором и активным деятелем в вопросе раскопок монастырских пещер. После подписания всех документов и разрешений, раскопки подземелий под монастырем начались в апреле 1992 года. Мы не знали, где копать, потому что просто... Но однажды к нам пришел человек, который сказал, что я знаю, где вход. А мы задали вопрос, а вы будете с нами копать? И он согласился с нами копать. И мы, я точную дату могу сказать, 18 апреля 1992 года, начали раскопки там, где он указал. Пока раскапывали, вывезли около 25 самосвалов мусора, которым был забит вход в пещеры. После того, как подземелье нашли, у исследователей началась работа по составлению плана пещер и раскопкам завальных ходов. Историческое объединение «Саровская пустынь» практически с первых дней основания занималось поисковой и краеведческой работой. Много работали в архивах других городов. Во время походов и поездок энтузиасты систематизировали большое количество материалов, связанных с Саровским монастырем, создали фото- и видеоархив, собрали коллекцию экспонатов. Со временем в клубе накапливалось все больше интересных материалов по истории пустыни. В начале 1990 года у объединения появился свой первый краеведческий музей. В экспозиции исторического объединения есть интересный экспонат – памятная табличка об освящении подземного храма 1711 года. В одно из каких-то событий эта надпись исчезла. Это примерно лет 15 назад. Ее вырубил кто-то. Через некоторое время отцу Никона, настоятелю Саровского монастыря, пришел человек и принес эту надпись. Чувствуется, не знаю, совесть у него заговорила или нет. И мы ее уже поставили сюда. После закрытия первых двух музеев историков принял под свое крыло Свято-Успенский монастырь «Саровская пустынь», чье название носит историческое объединение. Теперь экспозиция располагается в здании Духовно-научного центра. Светлана Юрунова, Сергей Рябов, Служба новостей Саров, 24.